МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. В Казахстане утверждены правила возмещения по депозитным вкладам. О том, кто сможет получить эту компенсацию, подробнее расскажет Татьяна Калюшная. Потерявшиеся в степи люди и множество автомобилей в кюветах на загородных трассах. Первая в этом сезоне непогода доставила немало хлопот полицейским и службам ДЧС. Найти будущее место работы выпускникам вузов и колледжей предлагают на ярмарке вакансий, которая прошла сегодня Кинео. На нее приехали около 50 работодателей. Алияна Смагометова наблюдала за происходящим. В Казахстане вступили в силу правила выплаты компенсации по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте. Согласно этому документу, полагается выплата вознаграждения в размере 10% на банковские вклады казахстанцев, которые были открыты до 24 февраля 2022 года. При этом максимальная сумма денег одного вкладчика, подлежащая компенсации, не должна превышать 20 миллионов тенге. Подробнее расскажет Татьяна Калюжная. В Казахстане была объявлена программа по выплате компенсации на депозиты граждан. Предлагается вознаграждение в размере 10% на банковские вклады казахстанцев, которые были открыты до 24 февраля 2022 года. В середине сентября правила выплаты этой компенсации уже вступили в силу. Максимальная сумма денег одного вкладчика, подлежащей компенсации, равна 20 миллионов тенге по всем депозитам в пределах одного банка. Хочу добавить, к примеру, если у вкладчика имеется несколько депозитов в одном банке, то сумма компенсации будет выплачена на общую сумму в пределах 20 миллионов тенге. Компенсация будет выплачена на действующие депозиты. Вкладчики открывают разных же банков под разные проценты. То есть действующий депозит, к этому депозиту, в связи с тем, что вырос курс доллара, будет дополнительно начислено 10% компенсации. Начисление этих 10% производится не автоматически. Казахстанцы должны написать заявление о подтверждении своего участия в программе. Это необходимо сделать не позднее 1 января 2023 года. При этом подать заявление можно онлайн или в отделение своего банка. А если этого не сделать, то можно лишиться компенсационной выплаты от государства. Согласно утвержденному механизму компенсации банковских вкладов, вознаграждение будет начисляться на минимальный остаток с 23 февраля 2022 года. Если сумма зафиксирована уже на ту дату, на 23 февраля 2022 года, и вкладчик снял там, примерно на следующий день уже этот депозит закрыл, то также компенсация не предусмотрена. Но если депозит был открыт, и он в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года производил пополнение или частичное снятие, то сумма компенсации будет выплачена на минимальный остаток зафиксированной суммы, как раз на 23 февраля 2022 года. То есть, к примеру, если было миллион тенге, за тот период, вот с 23 февраля 2022 года он снял там 400 тысяч тенге, то сумма компенсации будет выплачена на 600 тысяч тенге. Чтобы получить компенсацию, владельцы таких вкладов желательно не снимать деньги с депозита и не снижать его остаток до получения компенсационных выплат, которые, кстати, будут начислены только в 2023 году. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. Фонд «Казахстан-Халкена» окажет материальную помощь пострадавшим при лесных пожарах жителям Мауликольского района. Об этом сообщается на официальном сайте фонда. Напомним, накануне Дня Республики Акиматом Кустанайской области вручены ключи от 91 дома людям, чьи дома полностью сгорели в пожаре 3 сентября. Для обустройства этих домов фонд «Казахстан-Халкена» выделит 2 миллиона тенге каждой семье. Также попечительский совет фонда принял решение о выделении финансовых средств для строительства нового детского спортивно-оздоровительного лагеря на 150 мест в Уликольском районе вместо сгоревшего детского лагеря «Достык». После утверждения проектно-сметной документации и определения стоимости РАБОНД фонд профинансирует строительство лагеря. Другим темам. Один день сложных погодных условий в Кустанайской области привел к потере нескольких человек. 26 октября в ДЧС региона поступило сразу несколько заявок о розыске людей, которые ушли в степь, где их настиг буран. Большинство из пропавших удалось найти. Вместе со спасателями поиски вели и полицейские. На долю последних выпало и вызволение из кветов областных трасс большого количества автомобилей, в том числе и грузовых. Увеличение количества вызовов на поисково-спасательные работы зафиксировали сотрудники Кустанайского ДЧС 26 октября. Причиной тому стало ухудшение погоды. За одни сутки спасателей вызывали шесть раз. Пять поисково-спасательных работ полностью завершены. Шесть человек были своевременно найдены спасателями в взаимодействии с сотрудниками полиции и местными исполнительными органами. Так, в 18.50 в Карасуский райотдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Новопавловка пропали пастухи – работники одного из местных хозяйств в возрасте 57 и 46 лет. Они пасли стадо в 165 коров в 75 километрах от села Карасу и затерялись. По сигналу выехали участковые и оперуполномоченные, инспекторы полиции, работники ТО. Всем вместе пропавших удалось найти за два часа в 40 километрах от районного центра. На данный момент у нас остается действующая поисково-спасательная работа. Это поступило сообщение 20.45 о том, что в Костанайском районе, в Айсаринске и Сельский ОК в районе села Жахсок в условии плохой видимости пропал один человек – пастух. У пропавшего нет при себе средств связи. Ищут его, опять же, и спасатели, и полицейские, и сотрудники Акимата. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, сотрудники ДЧС рекомендуют подготовиться к выходу из населенного пункта. Но перед этим просмотреть, не поступили ли на телефон, смс-уведомления об ухудшении погоды. А водителям надо подготовить транспорт к уже обледеневшим дорогам. Департамент полиции Костанайской области убедительно просит вас сменить зимние шины на летние, следить за сообщением СМИ, а также в непогоду воздержаться от поездки за пределы населенных пунктов. 26 октября полицейские перекрыли три трассы областного значения. Несмотря на это, произошло несколько съездов с дорог и даже опрокидываний транспорта. На трассе Костанай-Карабутак в Кювет слетел автовоз. С восемью машинами на нем шесть из них были новыми. Водитель, по данным полиции, физически не пострадал. А в Федоровском районе полицейские помогли узбекскому дальнобойщику, фура которого съехала в Кювет по дороге из Уфы в Ташкент. 52-летний мужчина не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в Кювет. Полицейские нашли спецтехнику. Я выражаю благодарность сотрудникам полиции Федоровского района и совершенникам. Я 26 числа из-за погодных условий я попал курить. Они вытащили меня. Я благодарю всех. Спасибо всем. Всего за один день полицейские в области зарегистрировали пять фактов съезда грузовиков с ТРАСС. Сколько из дорожных кюветов достали в этот день, легковых автомобилей никто не считал. Дерах Мечин, Наталья Луговская, РТН И еще об одной опасности предостерегают население области кустанайские спасатели. На реках уже начал формироваться лед. Сотрудники ДЧС напомнили о том, при каких обстоятельствах прошлой зимой в регионе произошли трагические случаи на водоемах и о том, как возможно избежать подобных ситуаций. 10 человек погибли на водоемах Кустанайской области в осенне-зимний период за последние три года. Об этом напоминают сотрудники ДЧС региона. В числе погибших двое детей. Зафиксированы случаи и групповой гибели. Так, 9 декабря 2021 года в Денисском районе, 18 километров от села Покровка, на территории бывшей базы отдыха «Волна», на реке Тобол провалился под лед автомобиль марки «Рено Дастер», где находились трое человек. К сожалению, двое из них скончались. Это 77-56 года рождения. Вспоминаю спасатели о трагическом случае в Житикаре 10 ноября 2019 года, когда под лед на искусственном водоеме провалили строй детей. Их вытащили из воды, но в жизни двух мальчиков в 6 и 5 лет спасти не удалось. С целью недопущения подобных случаев сотрудники Кустанайского департамента по чрезвычайной ситуации настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности на водоемах. Безопасным считается лед для одного пешехода. Лед зеленоватого оттенка толщиной не менее 7 сантиметров. Для оснащения катка не менее 10-12 сантиметров. Для массового катания необходима толщина 25 сантиметров. Массовая переправа пешком может быть организованной при толщине льда не менее чем 15 сантиметров. Обращают внимание спасатели на то, что зимняя подледная ловля требует особого соблюдения правил поведения, который выработан многолетним опытом не самых счастливых рыбаков. Не пробивайте рядом много лунок, не собирайтесь большими группами на одном месте, не пробивайте лунки на переправах, не ловите рыбу вблизи промоенной, слишком далеко от берега. Всегда имейте под рукой крепкую веревку 12-15 метров. Держитесь рядом с лункой доску или большую ветку. В этом году в регионе уже зафиксировано три факта гибели на водоемах в зимний период. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТН. Депутаты Сената приняли закон об амнистии участников январских событий. Согласно документу, часть участников январских событий будут освобождены, кому-то сократят срок заключения, а при необходимости им помогут с трудоустройством и жильем. Нормами законопроекта об амнистии предусматривается освобождение казахстанцев от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. С отбывших наказания за такие преступления снимается судимость. Для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. За тяжкие на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие на половину. Проектом закона предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц, трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. При этом не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организации массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По предварительным расчетам под действие амнистии подпадает около полутора тысяч человек. Документ направлен на подпись главе государства. Продолжаем выпуск. Кустанайские ученые и музейные работники возобновили свои связи с архивами приграничных регионов Российской Федерации. Ведь в пандемийные годы эту работу пришлось приостановить. Недавно наши историки привезли из Оренбурга уникальные документы о жизни Ахмета Байтурсынова, которых хватило на создание книги. Подробнее в следующем сюжете. В Кустанайском областном историко-кровеческом музее сегодня говорили о взаимосвязи общей истории приграничных областей Казахстана и Российской Федерации. Дело в том, что в разное время Кустанайский регион относился то к Омску, то к Оренбургу. Даже все именитые люди конца 19-го, начала 20-го веков, которые жили, выработали в Казахстане, получали образование именно в этих городах. Если на современном языке говорить среднее, они получили в школе, открытой Брайом Алтенцариным здесь, то дальнейшее образование, учительское образование, высшее образование они получали уже в Оренбурге. И как-то отделить этот регион один от другого никак нельзя. Мы очень тесно связаны в самом деле. Вот биография Ибрайла Алтенцарина, она связана с Тургаем, она связана с Оренбургом. Благодаря ему открылась целая сеть школ для ремесленных школ, школ для девочек. И вот, конечно, эта тема очень актуальна. Последние несколько пандемийных лет кустанайские историки редко посещали российские архивы. Однако уже в этом году группа ученых смогла поехать в Оренбург на поиски новой информации об Ахметьевой Турсынове. И вернулись оттуда не с пустыми руками. Нашли так много документов, что их хватило на целую книгу, где рассказывается о том, как за Боя Турсыновым следили жандармы. Важное дело, потому что мы знаем, что Казахстан в 19 веке был частью Российской империи. И многие очень важные архивные документы, соответственно, содержатся в тех городах, которые являлись административными центрами Степного края. Это Омск, это Оренбург, если брать еще выше, то можно и Санкт-Петербург. Поэтому, конечно, нужно выезжать в эти архивы, работать с ними, для того, чтобы еще лучше дополнить историю. Ученые и музейные работники наберены и дальше вести сотрудничество с приграничными архивами Российской Федерации. Ведь они не сомневаются, что обществу еще не раскрыто множество неизвестных прежде исторических фактов. А найти их можно только в архивах. В них нужно только серьезно покопаться. Дярах Мечен и Татьяна Калюжная, РТН. Более 40 работодателей из всей области съехались за будущими специалистами в Кустанайский инженерно-экономический университет. Там сегодня прошла ярмарка вакансий для студентов колледжей и вузов. Помимо информации о свободных вакансиях с возможными будущими работниками, там же проводили и собеседование. Алия Дасмагомбетова наблюдала за происходящим. В здании спортзала Кустанайского инженерно-экономического университета многолюдно. Это студенты вузов и колледжей, которые хотят найти будущее место работы. Среди них и студентка 4-го курса Кристина Тустановская. Девушка уже скоро заканчивает университет, поэтому уже хочет найти себе рабочее место. Обучается она на кафедре экономики и менеджмента, но не ограничивается только своей специальностью. Кристина планирует сегодня найти несколько подходящих вакансий. Я смотрю несколько специальностей, точнее несколько вариантов. Это либо в банковское дело уйти, либо вообще немножко поменять сферу и уйти в маркетинг. То есть я обучаюсь на СММ-специалиста. И я хотела бы еще рассмотреть здесь вакансии СММ-специалиста, чтобы немножко поработать, посмотреть, как у меня опыт. Если получится, то уйти еще в ту сферу. То есть я так распределяю, как сказать, на две. А вот Никита Зведенцев – студент третьего курса колледжа сферы обслуживания. Молодой человек хочет найти работу, но не обязательно по своей специальности. Никита уже проконсультировался у нескольких работодателей. Пока найти что-то подходящее не удалось. Но он не отчаивается. К тому же пару идей у него есть. Я вижу себя как дизайнер, знаете, чтобы архитектурой заниматься. Допустим, вот как вот эти вот ЖК-строй, вот такие вот, да, допустим. Что-то такое ландшафтное, вот, ну, как-то, знаете, вот, чтобы можно было, допустим, либо связано с творчеством, с рисованием, либо так пойти, либо пойти как человек, который, допустим, может изменить город в красивую сторону. Допустим, у нас вот сейчас вот здание с орнаментами появляется. Вы, может, видели вот эти вот коричневые с черными орнаментами. Вот, я типа такого, только вот что-то вот свое, казахское, вот, знаете, вот такое сделать. Цель ярмарки вакансий известна – помочь трудоустройству выпускникам учебных заведений ТИПО и ВУЗов. В качестве соискателей вакансий пригласили студентов и выпускников Челгу, КРУ, КСТУ, Кинеу, а также учащихся местных колледжей. Это около 700 человек. Со стороны работодателей более 40 предприятий и организаций области. Предлагают будущим специалистам работу и на государственной службе. Мы высчитали, у нас порядка 100 вакансий есть на сельском уровне, которые идеально подходят для молодежи. И на районном уровне почти 140 вакансий. Наша цель – это привлечь молодежь на государственную службу. Вот из 5150 человек, порядка тысячи – это молодые люди от 18 до 29 лет. Кроме того, у нас сегодня 31 государственные служащие, именно необходимость в техническом образовании. На ярмарке вакансий соискатели могли не только узнать информацию о свободных рабочих местах, также с потенциальными сотрудниками тут же проводили собеседование. Хамзан Урписов, Алия Дасмагомбетова, РТН Шубки, головные уборы и меховые жилеты от «Союза меха» последние дни в Кустанае. На выставке продажи новое поступление и у вас есть уникальная возможность приобрести качественные меховые изделия со скидками и беспроцентной рассрочкой. Лучшие коллекции шуб из норки, мутона, песца и каракуля. Новинки сезона и всеми любимая классика. Мои коллеги расскажут подробнее об ассортименте. 5000 шуб от «Союза меха» приехали в Кустанай со своими обладателями. Современная классика и модные новинки, утепленные и облегченные варианты. Истинные ценители качественной продукции смогут найти здесь модели на любой вкус и цвет. Выставка от «Союз меха» – это целый мир шикарных меховых изделий. На выставке представлены бюджетные варианты и модели подороже. Приобрести их можно со скидкой в рассрочку до двух лет. У нас новое поступление норковых шуб. Размеры у нас от 40 до 60 размера. Шубы у нас сшиты по правильным лекалам. Так они могут подойти к любой фигуре. А также мы учли предпочтение возрастной категории. Шубки у нас есть как на взрослых классика, так и для молодых леди. Модели на любой вкус, разнообразие материалов, тепло и долговечность. Классические и эксклюзивные меховые изделия произведены технологами и модельерами на фабрике «Союз меха» города Пятигорск. Элегантные фасоны, уникальный декор, шуб, легкость и комфорт. Именно такие модели можно найти на выставке и продаже шуб от российского производителя. Норка, песец, каракуль. Дорогие меха по доступным ценам. Это шубка из австралийского мутона. Такие шубы ничуть не уступают популярным мехам. Основные достоинства изделий из мутона – их долговечность. А еще в них хорошо сохраняется тепло. Но и цены на них демократичные. У нас также имеются головные уборы, как и для мужчин, так и для женщин. Также у нас имеются в наличии мужские шубки, овчина австралийская. Приходите, приобретайте. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.